Всем привет! С вами Чистохвалов Михаил. Я являюсь куратором на курсах Unreal Engine 5 Школы Архитич. В этом видео я хотел бы рассказать о глобальном освещении в Unreal Engine 5. Это видео будет полезно для новичков, которые только начинают осваивать Unreal и пытаются разобраться с глобальным освещением. Для того, чтобы было более понятно, я буду проводить аналогию с 3ds Max и короной. Возьму для примера вот такую сцену. Для того, чтобы в короне работало глобальное освещение, у нас используется раздел Scene Environment в настройках рендера. В данном случае мы можем осветить сцену либо с помощью какого-нибудь цвета, либо с помощью HDRi-карты или Corona Sky. Запущу просмотр и переключусь в этот раздел Single Map. Сейчас сцена освещается белым светом. Также я могу осветить сцену какой-нибудь картой. Например, у меня есть белая HDRi-карта. Теперь посмотрим, как то же самое делается в Unreal. Открываю Unreal. Здесь у меня сейчас сцена, в которой загружен этот домик. Но никакого освещения в этой сцене нет. Для того, чтобы в сцене заработало глобальное освещение, необходимо добавить такой элемент, как Skylight. Skylight в Unreal является аналогией параметров Environment в короне. Посмотрим, какие у него есть настройки. Skylight может работать в двух режимах. Первый режим называется Captured Scene, то есть фотографирование сцены. О нем поговорим попозже. Второй режим это Specific Cube Map, то есть это означает использование какой-нибудь HDRi-карты. Сейчас я добавлю сюда ту же самую HDRi-карту, которая используется и в 3ds Max. Готово. Теперь у нас получилось то же самое освещение. Единственное, вы можете заметить, что у нас темный фон, а в 3ds Max у нас белый фон. Все дело в том, что в 3ds Max можно включить отображение HDRi-карты на заднем плане, а в Unreal такой функции нет. Для того, чтобы у нас здесь получилось то же самое, мы поставим халочку Direct Visibility Override и пускай здесь у нас будет просто черный цвет. То есть с данными параметрами это практически то же самое, что и Skylight в Unreal. Мы можем в Skylight загружать любую HDRi-карту и получать необходимое нам освещение. Также HDRi-карту мы можем поворачивать на любой угол. Это делается в параметре Surf's Cubemap Angel. Теперь поговорим о втором варианте использования Skylight. Это Captured Scene. В этом режиме Skylight как бы фотографирует то, что находится вокруг и создает на основе полученных снимков свою собственную рай-карту, который потом и освещает сцену. Теперь мы подошли к такому моменту, откуда же нам взять изображение на заднем плане и что же он будет фотографировать. Фоновое изображение мы можем получить несколькими способами. Первый способ это использование такого элемента как BP SkySphere. Данная SkySphere это как бы сфера вокруг нашей сцены, на которой есть настраиваемое изображение. Если проводить аналогию с 3ds Max, то это будет похоже на Corona Sky. У данного элемента самый такой главный параметр это положение Солнца по вертикали, которое будет влиять на ее цвет. Также мы можем вручную настроить цвет SkySphere. Снимаем галочку и настраиваем цвет с помощью вот этих вот параметров. Теперь мы видим фоновое изображение, но света в сцене у нас по-прежнему нету. Что же нужно сделать? Я уже сказал, что SkyLight в режиме Capture Scene фотографирует и формирует на основании этого свою собственную HDRI карту. Иногда SkyLight фотографирует сцену автоматически, когда мы меняем какие-нибудь параметры. Но если мы видим, что этого не происходит, то нам нужно нажать кнопочку, которая находится ниже и называется ReCapture Scene. Перефотографировать сцену. Мы нажимаем и готово. SkyLight сфотографировал окружение нашей сцены, сформировал HDRI карту и осветил ею сцену. Это второй режим работы SkyLight. Этот режим удобно использовать в тех случаях, когда мы хотим, чтобы характер освещения нашей сцены был максимально приближен к цвету окружения. Зададим для фонового изображения белый цвет. На SkyLight нажиму ReCapture. Готово. Теперь у нас сцена осветилась серым цветом. Какие есть еще варианты, чтобы задать фоновое окружение нашей сцены? Удалю SkySphere. Можно заметить, что после удаления SkySphere сцена по-прежнему освещена. Это происходит по той причине, что в SkyLight осталась информация об освещении с прошлого фотографирования. Чтобы эту информацию обновить, нужно нажать ReCapture. Еще одним способом задать изображение для нашей сцены является использование тумана. Например, Atmospheric Fog. Вот так выглядит атмосферный туман. Он также задает цвет неба в зависимости от положения солнца. Чтобы его изменить, необходимо повращать этот элемент. Перейду теперь в SkyLight и нажму перефотографировать сцену. Теперь освещение сгенерировано на основе окружения, которое было сделано туманом. Можно использовать несколько элементов для фонового изображения. Комбинируя их, например, можно использовать туман, а также BP SkySphere. Как мы видим, в сочетании друг с другом они дают различные эффекты окружения. В зависимости от этого и освещение нашей сцены также будет меняться. Также фон для сцены можно задать с помощью объекта SkyAtmosphere. Однако для того, чтобы SkyAtmosphere работала, необходимо присутствие еще одного объекта, который называется Directional Light. Он выполняет роль солнца. В настройках Directional Light необходимо поставить галочку Atmospheric Sunlight. Directional Light также работает совместно и с остальными вариантами освещения сцены. Но при использовании SkyAtmosphere наличие Directional Light обязательно. С помощью Directional Light задается положение солнца. Теперь вернемся к SkyLight и перефотографируем сцену. Как мы видим, данная связка освещает сцену вот таким образом. Меняя положение солнца и снова нажимая ReCapture, мы меняем освещенность сцены. Естественно, если мы сейчас удалим SkyLight, то у нас пропадет и глобальное освещение. Мы видим, как у нас пропал синеватый оттенок, который являлся глобальным освещением. При этом сцена осталась освещена солнцем. Также объект по-прежнему освещен в тенях, хотя SkyLight нету. Это по той причине, что у нас работает Lumen, и он рассчитывает переотраженный свет от солнца. Еще пару слов об элементе SkyAtmosphere. Как мы видим, у него нижняя часть темная. Для того, чтобы это исправить, совместно с этим элементом, можно использовать такой элемент, как туман. Только нам нужен не Atmospheric Fog, а Exponential High Fog. Atmospheric Fog не работает с SkyAtmosphere. Таким образом, добавляя различные элементы окружения, мы можем настраивать фоновое изображение, а также менять характер освещения сцены. При этом со всеми этими элементами, мы можем использовать и HDRI-карту для освещения. Фон будет задан с помощью элементов окружения, а сцена будет освещена с помощью HDRI-карты. Зайду в SkyLight и активирую режим использовать HDRI-карту. Теперь свет берется с HDRI-карты, а элементы окружения служат для фонового изображения, и никак не влияет на освещение сцены. Также можно использовать и любую другую HDRI-карту, например, вот эту белую. При этом объект Directional Light продолжает играть роль солнца и освещать сцену. Мы его можем вращать и использовать так, как нам это нужно. Теперь я покажу способ, как задать фоновое изображение с помощью какого-нибудь рисунка. Например, у меня есть вот такое вот jpeg-изображение. Как это можно сделать? Для этого я создаю обычную сферу, увеличиваю ее размер. Например, 100 на 100 на 100. Теперь мы видим, как у нас все стало черным. Это по той причине, что сфера перекрыла глобальное освещение. Свет не проходит внутрь нее. Для того, чтобы это исправить, нам необходимо снять галочку Cast Shadow, то есть отбрасывать тень. Далее, как же на эту сферу поместить изображение? Создаю новый материал, перетягиваю сюда изображение, отправляю его в параметр Emissive Color и в настройках материала задаю Two-Sided. Готово. Таким образом мы можем задавать фоновое изображение с помощью какого-нибудь рисунка. Размеры сферы можно увеличить еще, если мы видим, что она какая-то у нас недостаточно большая. Также можно добавить дополнительный параметр в материал, для того, чтобы можно было немного регулировать изображение. Теперь, когда у нас есть фоновое изображение, такие объекты, как туман, а также sky-atmosphere, нам уже не нужны. Освещение у нас задано с помощью HDRi-карты, а солнце задано с помощью Directional Light. Если мы в тенях видим надписи Preview, то это по той причине, что нам необходимо сделать запекание света. Или, если мы запекать свет не собираемся, то источник света должен быть переведен в режим Moveable. Попробую выбрать другое изображение для фонового рисунка. Захожу в настройки материала, в параметры текстуры. Здесь можно поменять текстуру, либо выбрав из списка, либо выбрав ее в контент-браузере и нажав на стрелочку. После этого сохраняемся. Готово. На этом все. Мы рассмотрели несколько простых способов настроить освещение сцены, а также фонового изображения. Надеюсь, данное видео вам было полезно. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok